бренда и как-то задача ну да бренд сегодня это то что как раз и определяет искусство она туда идет а ну и сейчас да после скандал особенно с российским фондом и что там но на самом деле правота из и страны была возмущением в общем-то нет никого есть вероятность что он тоже как бы есть а у тебя его лично телефона нет пока не есть но с точки зрения культуры как бы даже создали какие-то движухи дедушка знаешь но я не до какого колена ты знаешь имя хотя бы предка может про дедушки так я слышал какие-то истории что с ними стало вот почему-то не знаю не очень ну я знаю потому что многих волнует эта тема корней каких-то не знаю почему-то не очень интересно мне кажется что это важно почему то есть честно мне кажется вот как бы культурный какой-то контекст гораздо больше влияет на человека чем чем его как-то там какие-то прапрапрапрапредки ну генеалоги ну вопрос комфорта если вдруг оказывается что социум формирует тебя неправильно ты начнешь разбираться почему он тебя именно так формирует но вообще нести что там правильно или неправильно с точки зрения комфорта и правильно неправильно с точки зрения комфорта то есть когда ну реакция возникает но допустим мы если мы возьмем среднестатистического бургера да то у него не будет таких вот реакционных движений в голове потому что он абсолютно в курсе как выстроена его история грубо говоря но как если мы только обратимся к человеку который живет на территории россии да будет совершенно другая реакция потому что во первых он не знает своей истории или не в курсе просто да с вытекающими последствиями то есть он может говорить что он свободен но при этом не понимать что это вообще ну да наверно там есть какие-то другие травмы конечно есть конечно безусловно просто расистское общество отличается тем то что этот ход истории он очень такой непоследовательный не линейно с какими-то провалами и поэтому россию сейчас называют страной подростком как все заново пытается воссоздать себя или создать заново из чего-то непонятно и из этого были выливаются какие-то цивилистичные национальные черты какие-то такой которые похожи к этой неадекватности неожиданность ну собственно вот мы коснулись культуры российской да только что мы не они ничего не знали а сейчас вдруг оказывается что мы могут что знать ну вообще да может быть тоже это второстепенное надстройки смотря смотря в каком контексте смотреть и смотря что ты хочешь что ты хочешь вообще в этот момент то есть конкретно если ты хочешь какой-то правда то культура наверное здесь может как-то тебя направить если же ты хочешь добиться результатов здесь сейчас для себя то ты сам делаешь культуру ты сам создаешь информацию мне кажется меньше влияет на человека кровь чем общество в котором ну да как если ты растешь слова памятника или есть эти ну как бы там не знаю как православные да существуешь так или иначе твое сознание складывается с точки зрения культуры современное искусство это в современном обществе это мне кажется как бы собой заменяет на религию то что но религия конечно мне кажется стало такое подоксально коричневой практикой и они не очень устраиваются в современный контекст и мне кажется пришло все это современное искусство которое мне кажется являясь продолжение есть так много ли людей приходит на выставку в отчаянии в эмоциональном отчаянии когда им нужно спасение даже не дышать и куда-то приходит я попала вот осознанно в храм попал действительно вот могу честно сказать раз у нас такой разговор в отчаянии у меня действительно когда первый раз попал по-настоящему в храм я пришел в полном как бы вот все либо сейчас либо я стираю себя ну вот вот это мое посещение экспозиции иконной экспозиции который ходил ты был несколько подготовлен именно с какого-то ракурса пошел то есть ты знал куда ты я шел за вибрациями которые очень на которые очень надеялся но разве можно с таким отношением пойти в музей ну думаю нет в этом и есть нравственность хорошо на что тогда нанизываешь ты свое творчество ну как вот стержень у тебя есть какой-то ты допустим знаешь конкретную задачу которую ты потом впоследствии считаешь уже когда ты отбросишь все это примерно вот какая какая идея либо это эпоха либо это какие-то личности конкретные а вот конкретно какой стержень задача вообще нет никакой просто процесс коммуникация с окружающим пространством попытка общения с ним попытка его понять осознать момент известность здесь играет вы являетесь это катализатором побудительным вообще для деятельности и когда-то думал об этом было бы это если бы не было но и известность в плане сколько могут ведь я знаю ну да те возможности которые у тебя открываются к примеру да и дают тебе в поле для деятельности становишься как бы то что ну и известность просто помогает капитализировать конечном итоге эту деятельность для того чтобы тебе не надо было ничем больше искать деньги как вот на принципе к большому значению на значение ну как бы еще но то что ты задаешься какими-то вопросами производя произведение и иногда это привлекает больше людей как бы можно организовать более коллективные диалог на какие-то вещи в двух словах ты на думал об этом что это кроме коммуникации но действительно то есть это же может быть все просто вот начали этого не станет тебя не ученые исследуют какие-то темы такая научная работа не но ведь из задействовано какой-то энергоресурс до мощный который все-таки сейчас на тебя работа это же ответственность мне кажется это какие-то травмы наверно какие-то вещи которые непонятно и волнуют и ты понимаешь что они как бы есть и пытаешься их анализировать как-то изучить и выстроить как диалог с этими травмами в принципе если бы не было никаких травм то как бы и искусство не надо было заниматься елена лиховская сборка информации месяц в лесу не в лесом горах ну горы пиздец и горы пожестче чем лес это посвящение я могу сказать у тебя у машины три шестерки да ну мне отдались долги ну видно да что косточка а Продолжение следует... Продолжение следует...